Ребят, всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами очередной тест-драйв. И сегодня мы с вами будем тестировать вот такую вот малышечку. Это у нас BB крем от довольно известного корейского бренда под названием Holika Holika. Вот эта версия идет увлажняющая. Вот такой вот BB крем. Кстати, SPF фактор здесь 30. Это довольно-таки хорошо. Это не слишком много, но и не мало. Вообще отлично. Особенно для нынешнего времени, для осени, для довольно-таки, я бы сказала, сухого такого периода времени, когда кожа немножечко становится более суше, появляются какие-то шелушиночки. Но у меня особо шелушений в принципе нету, потому что у меня кожа жирная. Но сейчас у меня немножечко вот под носом есть суховатые участки, поскольку у меня насморк сильный. Я болею уже не первый день, не первую неделю, скажем так. То вот в этих вот участках, конечно, есть свои нюансы, но в остальном у меня сухих больше участков нигде нет. Поэтому, в принципе, протестируем, посмотрим, как будет проявлять себя этот BB крем. Что-то конкретное об этом BB креме я, в принципе, на данный момент сказать пока, к сожалению, ничего не могу, поскольку им я еще не пользовалась, но у меня есть еще один представитель вот этой вот коллекции. Вот такой вот BB крем. Вот эта вот версия у меня идет для комбинированной и жирной кожи. А вот эта версия для, я бы сказала, нормальной и, возможно, сухой кожи. Вот эта вот версия подойдет. Но попробуем, протестируем. Если сильно будет блестеть, то зафиксирую все пудрой, похожу несколько часов и посмотрим, что вообще представляет собой этот крем. В общем-то, купила я его сегодня в Еле за 155 гривен. Сейчас будем открывать, кстати, что как-то открыть его не совсем получается. Сейчас попробуем. О, наконец-то получается. Открываем упаковку. Кстати, обычная пластиковая туба. Довольно-таки, я бы сказала, в принципе, дешево выглядит. Ничего такого сверхкрасивого в этой упаковке нет. Но самое главное, это, конечно, то, что находится внутри. Внутри вот такой вот он, обычный. Сейчас покажу. Ой! Довольно-таки быстро выдавливается, легко. Кстати, текстура такая более густая, более кремообразная, более плотненькая. Но распределяется довольно-таки легко. Раз, два, и смотрите, как с одной капельки. Ну, хотя там, конечно, не одна капелька была. Ммм, на запах очень-очень приятно пахнет. Немножечко такой парфюмированный аромат есть. Но не слишком такой приторный. В принципе, пахнет очень даже приятно. Знаете, напоминает какую-то уходовую косметику, которая есть в составе алоэ. Вот как-то лично мне очень слышится алоэ, я не знаю. Почему так? Ну, пахнет очень-очень приятно. В общем-то, я наношу и смотрим, что получается. Наносить буду двумя способами. Кистью и спонжем. Посмотрим, как он распределится. На моем лице есть мой дневной увлажняющий крем от Нивеа. Вот такой вот. Посмотрим, как они сдружатся. Обычно этот крем довольно-таки отлично подходит для любой тональной основы. Но, конечно, бывают какие-то исключения. Ну, посмотрим. Как вы видите, распределяется, в принципе, легко. Если смотреть вот так, то, конечно, видна разница между этой стороной и этой. На камере кажется, что вот эта сторона такая слишком бледная. Но это, в принципе, не так в реальной жизни. Блестит еще. Сияние такое, конечно, космическое. Цвет, кстати, вроде бы с моей шеей совпадает неплохо. Вроде как не слишком выбеливает, но и не темнит. Вроде как идеально подошел. Подстроился, по крайней мере, очень хорошо. Хотя на руке, на сводче мне он казался какой-то темный. Но на лице он довольно-таки светлый. Удивительно. Но, в принципе, вот эта вот версия у меня тоже такая, более светлая. Хотя сводч более темный, но когда наносите, светлеет. Я думаю, что он подстроится, в принципе, под любой тип кожи. Возможно, для очень-очень загорелых девочек не слишком подойдет этот BB крем. Напомню о том, что оттенки идут стандартные. Они как бы в одном экземпляре, нету каких-то еще оттенков. То есть один, и он как бы подстраивается под любой цвет, любой тип и все такое. Ну, не знаю, ну, к моему лицу, к моему цвету подстроился. Перекрывает недостатки, в принципе, неплохо. Но, конечно, видна все-таки моя вот эта вот проблемка. Мои высыпания, мои такие огромные прыщи. Но, в принципе, на данный момент, конечно, смотрится идеально просто. Лег очень хорошо, очень красиво, очень ровно. Сияет так натурально, красиво. Ну, я, конечно, не любитель сияния, потому что я больше люблю матовое покрытие. Но смотрится, конечно, очень красиво. Прям, но очень. И попробую влажным, слегка влажным спонжем. Ни в коем случае не чересчур влажным и не сухим спонжем распределить на эту сторону. Посмотрим, как лучше, кистью или все-таки спонжем. Субтитры добавил DimaTorzok В принципе, я уже практически закончила. Хочу сказать, что бьюти-блендером все-таки получается не такое плотное покрытие, нежели кистью. Кистью вообще отлично все перекрыл. И синячки под глазами на носу. То бьюти-блендером немножечко похуже. Например, вот здесь вот на крыльях носа немножечко хуже лег. Но, в принципе, не критично. Попробуем подправить. В принципе, не критично. Довольно неплохо. Лицо сейчас выглядит намного лучше, нежели до этого биби-крема. Пока что, в принципе, мне все нравится. Попробую еще немножечко домаскировать вот здесь. Немножечко синячки уберем сильнее. На носику вроде все неплохо. Вот здесь вот, конечно, прыщики мои не слишком хорошо перекрывает. И я наслаиваю, наслаиваю, но их все равно видно. Но посмотрим, что будет по истечению часов 5. Я не знаю, конечно, прохожу ли я больше с этим биби-кремом. Посмотрим. Ну, в целом, вот так вот выглядит мое лицо. Сейчас оно кажется, конечно, таким сильно светлым. Но если посмотреть на мою шею, то идеально сочетается. У меня шея тоже, в принципе, светлая. Это лицо у меня само по себе от природы какое-то такое с красноватым оттенком, я бы так сказала. Ну, в принципе, пока смотрится довольно-таки неплохо, но очень-очень сияет. Я, конечно, не любитель такого сильного сияния. Но я думаю, это понравится для тех, кому подходит сияние, у кого более такая склонная к сухости кожи. Я думаю, вам, конечно, этот эффект должен очень нравиться. Ну, не забываем о том, что такое сияние, это как бы присуще для естественной кожи, для естественного вида. Для здоровой кожи можно так еще добавить. Ну, посмотрим. Я, наверное, все-таки зафиксирую пудрой, потому что мне как-то не особо привычно. Плюс он липнет. И для того, чтобы он максимально подольше сохранился на моем лице, я все-таки зафиксирую это все матирующей пудрой. Ну, и встретимся уже ближе к вечеру. Посмотрим, что будет с моим лицом. Пока запомните его именно таким. Пока! И снова всем привет! В общем-то, напоминаю о том, что мы сегодня тестируем с вами Холика-Холика увлажняющая версия. В общем-то, на моем лице этот BB-крем уже пробыл 5-6 часов. Ну, чуть больше 5 часов. В общем-то, на данный момент лицо мое выглядит вот таким вот образом. Что хочу сказать. В принципе, результатом ношения этого BB-крема я довольна. Все, в принципе, хорошо. Каких-то дискомфортных ощущений, чувства стянутости, какого-то там подсушивания, какого-то пощипливания или чего-то там еще. Такого ничего нет. Все комфортно, все хорошо. Единственный нюанс. Как вы видите, конечно, уже немножечко блестит мое лицо. Хотя этот крем я предварительно зафиксировала матирующей пудрой от LCF. Вот такой вот. Она у меня уже практически закончилась, моя любимица. Отличная пудра. Ничего не подчеркивает, не дает никакого оттенка там сероватости какой-то или желтизны. Все красиво, все хорошо и достаточно длительно держится на лице. В общем-то, BB-крем практически не заметен на лице. Если, конечно, наслаивать, так как я это делала, например, вот в этих вот участках, где у меня высыпание здесь, то немножечко, конечно, его текстура еле-еле, но заметна. В остальных местах все, в принципе, хорошо. BB-крема незаметно. Такое ощущение, как будто это просто ваш естественный вид, просто ваше лицо, без какой-то там штукатурки, без какого-то макияжа. В общем-то, носился BB-крем довольно-таки хорошо. Хорошо, вытерся он вот здесь, вот на крыльях носа. Сейчас ближе вам покажу немножко. Ну, напоминаю о том, что у меня насморк, у меня конкретный насморк, скажем так, я болею. И, в общем-то, естественно, эти участки все время я трогаю то ли салфеткой, то ли там еще чем-то. И, в общем-то, здесь, конечно, уже уполз этот BB-крем. В остальных местах, в принципе, все есть. Уже нету моего контурирования, румян, но сам BB-крем все еще держится на моей коже. Вот здесь вот на прыщиках он, конечно, уже куда-то уполз. С этой стороны такая же беда, но в остальном под глазами, на лбу как бы все на месте, все хорошо. То есть он, в принципе, довольно-таки стойкий, я бы так сказала. И это не значит, что я нанесла и лицо свое совершенно не трогала. Я и лежала, и сидела, и, в общем-то, и на улице была вести. То, в принципе, BB-крем проявил себя довольно-таки неплохо. Он очень вкусно пахнет. Он, когда вы только-только наносите, отлично смотрится на лице. Мне, например, очень понравилось. Я не знаю, насколько камера передала, конечно, этот оттенок, но в реальности он очень красиво смотрится. Сосливается с вашим цветом, прям один в один, разницы не видно. Может быть, конечно, на камере он более такой светлый показался, но в реальности он очень красиво. И сидит, и ложится, и смотрится, и ощущается довольно-таки хорошо. И цена очень классная, и запах очень приятный. Прям чувствуется уходовая косметика в составе вот этого вот BB-крема. SPF-фактор здесь довольно-таки хороший, 30. В общем-то, каких-то нюансов, минусов я пока не нашла в этом BB-креме. Поэтому пока у меня очень довольно-таки положительное впечатление об этом продукте. Могу его советовать всем, кто обладает более сухой кожей. Например, сухая или комбинированная, или просто нормальный тип кожи. И, возможно, даже для жирной, если хорошо припудрить, так как я, допустим, это сегодня сделала, то, в принципе, его можно носить как бы на повседневной основе. Это именно то, что нужно. У меня есть именно версия, которая подходит к моему типу кожи. Это для комбинированной и жирной кожи. Это идет монтирующий крем. Я очень им довольна. Я им пользуюсь на регулярной, постоянной основе. Можно сказать, ежедневно. И как бы очень довольна этим продуктом. Хотя, вроде бы, упаковка простенькая. Вроде бы кажется, что там продукта очень мало. Но, на самом деле, его хватает довольно-таки на приличное время, я бы так сказала. И после этих вот продуктов, ну, по крайней мере, после этого сыпи не было. Все было довольно-таки хорошо. Каких-то нюансов не было. Я надеюсь, что вот эта вот увлажняющая версия мне понравится не меньше. И я буду пользоваться вот этими вот двумя малышками на постоянной, ежедневной основе. Потому что, конечно, суперстойкие, матирующие какие-то тональные продукты, они все-таки не очень полезно сказываются на вашей коже. Поэтому вот такие вот ухаживающие BB крема, которые очень хорошо на внешний вид маскируют какие-то нюансы, покраснения, прыщики, веснушки, расширенные опоры. Все то, что делает обычный тональный крем, но они еще плюс ко всему и ухаживают за вашей кожей. Поэтому, однозначно, да, стоит покупать, однозначно стоит пробовать. В общем-то, вот такое вот видео у нас сегодня с вами получилось. Такой вот небольшой тест-драйв. Я надеюсь, что вам было полезно услышать какую-то информацию от меня. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, обязательно ставьте пальчики вверх. Обязательно пишите свои комментарии об этом бренде Холика Холика. Если у вас что-то из их арсенала или нету, в общем-то, обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Спасибо большое за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok